Секретными ингредиентами. Красный пищевик подготовил новогодние новинки. До нас никто не использовал соль при производстве зефира. Чем порадует покупателей? По схеме беззакония, жительница Глузка перевела мошенникам более миллиона российских рублей. Специалист биржевой компании активно сотрудничал с женщиной. Что грозит? Даешь максимум очков. Динамо Шинник начал продолжительную домашнюю серию. Надежда у нас всегда одна, только победа. Каким вышло начало? А также безопасное тепло и для всех, и каждого. Ярмарка приглашает бобруйчан за покупками. Отчего невозможно отказаться. Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Со вкусом клубники и шампанского. Красный пищевик выпустит необычный зефир. Об этом стало известно во время пресс-конференции о ходе подготовки кондитерских фабрик Белгоспищепрома предстоящей новогодней компании. Производственные линии уже запущены. Сладости в скором времени можно будет увидеть на полках в магазинах. Еще один зимний вкус – зефир со вкусом латте-карамель, содержащий уникальный секретный ингредиент – соль. До нас никто не использовал соль при производстве зефира. Это не конкретно соленый зефир, это традиционная сладость, в которой есть немного соли, которая теняет сладкий вкус латте и карамели, придает ему такой очень интересный пикантный вкус. Новые позиции будут и среди жевательного зефира. В привычных цветах Нового года – оранжевого со вкусом мандарина и зеленого с марципаном. Всего же предприятия кондитерской отрасли выпустят более 2,5 миллионов новогодних подарков. В погоне за прибылью на бирже жительница Глузка перевела мошенникам более миллиона российских рублей. 61-летняя женщина клюнула на предложение хорошего заработка на торговой бирже, перешла по ссылке, зарегистрировалась, выполнила все указания. На сайте пополнила баланс счета на 100 долларов. После внесения средств за ней был закреплен консультант, якобы контролирующий движение денег по депозиту. Специалист биржевой компании активно сотрудничал с женщиной. Созванивался, консультировал, предоставлял различные номера телефонов, которые были привязаны к банковским платежным картам. Меньше чем за три месяца женщина перевела на них порядка 1 миллиона российских рублей, пополняя свой торговый баланс. В итоге семья лишилась порядка 40 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сезон тепла. Бобруйские спасатели проводят профилактическую акцию «За безопасность вместе». Основное внимание частным домовладениям. Одинокопроживающие, инвалиды и семьи в социально опасном положении. Главные объекты – профилактики. С ними проводятся инструктивно-разъяснительные работы, проверяются приусадебные участки и соблюдение правил пала сухой растительности. С приходом отопительного периода возникает риск роста бытовых пожаров. Именно на это направлена акция «За безопасность вместе». Наша задача – предупредить пожары и объяснить людям, как сберечь свое жилище, свое имущество во время отопительного периода. Конечно же, мы обращаем внимание на отопительные элементы, как устроены печи, группки, другое отопительное оборудование. Обращаем внимание на электробезопасность. Ну и немаловажно на быт людей. Вместе с тем напоминаем гражданам, что уборка на территории должна быть также безопасной. Если костры вы все-таки разводите, то делайте это по правилам пожарной безопасности. К середине октября в республике произошло без малого 5000 пожаров. Почти на 6% больше, чем в прошлом году. Погибли более 400 человек, из них 8 детей. Это ли не повод задуматься о безопасности? Как добавить красок в жизнь? Ответ на ладони – посетить ярмарку возле Дворца искусств. Продукты питания, восточные сладости, сувениры и одежда. Недовольным не останется никто. Рецепт успеха – большой ассортимент и приятные цены. Между торговых рядов прошлась Юлия Вернер. Разнообразие на любой кошелек. Полки прилавков ломятся от товара, мясные продукты, заморские сладости, халвара, хотлуком, сухофрукты. Взгляд цепляется за дальневосточные консервы и стрески, тунца, скумбрии и сайры. С понедельника к ним прибавится и рыба, тихоокеанская сельдь, замороженные котлеты и многое другое. Особого внимания заслуживает чай – черный, зеленый, с манго, папайей и маракуйей. За 100 грамм просят от 8 до 10 рублей. Найти что-то по душе сможет даже самый привередливый покупатель. Мы привезли чай и московской чайной компании. У нас чай основы индийский, цейлонский, китайский и японский. Полезный, очень хорошо чистит кровь, холодную погоду, профилактика противовирусной, противовоспалительной. Также у нас чай и еще чайная библиотека тоже московской чайной компании, которые уже упакованы по 100 грамм. Цена их 10 рублей. Приходите к нам, пожалуйста, за чаем. Любителям острых ощущений приглянутся специи прямиком из солнечной Индии. Черный и красный перец, яркий карри, микс приправ, пряности зазывают аппетитным ароматом еще на подходе к палаткам. Такие приправы – карри, мид масала, гарам масала универсальная, король кухни – они отличаются, которые приправы здесь. Полки уставлены баночками с ароматным медом за кило от 10 до 16 рублей. Фигурки из оникса защитят от сглаза, а разнообразие гималайской соли поражает воображение. За килограмм поваренной – 10 белорусских. Гималайская розовая соль из Пакистана. Очень большой процент покупателей знают про нее. Она у нас предоставлена как в сувенирной продукции, электрические светильники, подсвечники, так и в пищевой. Есть мелкого помола, есть крупного помола. Много микроэлементов, в ней много йода, то есть туда не надо никаких добавок. Она менее соленая, чем наша поваренная соль. Ну и то есть вредности никакой нет у нее. В палатках с одеждой есть где разгуляться. Теплые куртки, жилеты, нижнее белье, вещи для дома. Широкий размерный ряд, модные фасоны, трендовые цвета. Широкий выбор мужских и женских курток, тоже по хорошим приятным ценам. И зима, и осень, и ветровки, разная цветовая гамма. Большой выбор сумок, как из натуральной кожи, так и из искусственной. За редикюль возьмут от 20 до 90 рублей, за рюкзаки от 20 до 50. Особое внимание постельному белью найти можно и спокойный однотон, и пестрый принт. Представлен большой выбор постельного белья. Из натуральных тканей. Это хлопок, это сатин, это поплин. Производитель Индия, производитель Россия и Пакистан. Комплекты от полуторных до семейных. Цены тоже приятно удивят. От 45 рублей и выше. Душа порадуется и у любительниц украшений. Кольца обойдутся в 25-30 рублей. Цепочки от 16 до 40. Браслеты в диапазоне от 25 до 60. Серьги от 15 до 35. Широко представлены аксессуары из натуральных камней. Розового кварца, гематита, аквамарина, агата, кораллов, изумрудов, сапфиров и опала. Медицинский сплав хорош тем, что он не окисляется. Можно мочить водой, пользоваться шампунью, гельм для душа. Также носить в снег и дождь. Плюс этот сплав гипоаллергенный, то есть от него ничего не чешется, не воспаляется. Приглашаем за покупками. У нас доступная ценовая категория. Ну, я думаю, все приобретут себе изделие по душе. Качество представленной продукции на высшем уровне. Ярмарка продлится по 26 октября. Торговые палатки расположены по улице Ульяновска, 35, дробь 31. Напротив входа во дворец искусств. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Октябрьские зарубы. 17 октября Динамо Шинник вернулся на Бобруйск-арену. Дружине предстоит сыграть шесть матчей перед родными трибунами. О том, как прошла первая встреча из многих, расскажет Роман Костюков. Большая октябрьская серия. Длинные очереди у входа, шумные коридоры, дух соперничества, витающий в воздухе Бобруйск-арены. 17 октября, игрой с мытыщенским атлантом, Бобры открывают продолжительную серию на домашнем льду. Ранее Бобруйская дружина с тремя матчами выступала в России против клубов страны-соседки. Из шести возможных очков Бобры взяли максимум. Теперь же на Бобруйск-арене любимцы снова могут радовать своих болельщиков, которые уже заждались ледовых зрелищ. Даже несмотря на учебу, на домашнее задание большое, поддерживаем команду, болеем. Как все-таки серию завершим? Сколько очков наберем? Максимально, если что, можем набрать 12? Я думаю, наберем где-то, ну, может, 8. Тоже думаю, 8. Я ожидал ее, я был рад, когда она началась. Надеюсь, все 12 очков и заберем. Домашняя серия будет включать в себя соперников из разных дивизионов. После «Атланта» предстоит игра против Академии Михайлова из «Золотого». Сдвоенные игры против капитана Ихорс-Карелии, разборки внутри Серебряного. Надежда у нас всегда одна, только победа. Тем более на «Домашнем льду». Действительно, начинается домашняя серия, но соперник непростой. Мы сами видим, это соперник из «Золотого дивизиона». Надеемся, что серия, конечно, сложится удачно. Заберем максимальное количество очков. Выйдем почти в однозначный лидер не только Серебряного дивизиона, но и всей турнирной таблицы. Два главных городских клуба – «Динамошинник» и «Белшина». Представители хоккея и футбола – любимцы городских болельщиков. И хотя виды разные, страсть у всех одна. 16 октября председатель горсполкома пригласил красно-черных посетить лидовую арену. Ответ очевиден. Я бы хотел сказать огромное спасибо мэру нашего города, Бобруська, что пригласил нас, и команда пригласила. Мы все как футболисты, хоккеисты, волейболисты, баскетболисты, мы все спортсмены, все занимаемся спортом. Я наоборот оказал, чтобы нас так приглашали. Игра сложилась напряженной. На протяжении трех периодов команды шли кость в кость и завершили основное время со счетом 3-3. Вся судьба поединка определялась в овертайме, в котором российские гости смогли забросить желанную шайбу. 4-3 в пользу Атланта и 1 очко в копилку шинников. У нас было очень много моментов. Проблема в том, что мы вроде бы доставляем шайбу на пятак, но там нужно с мясом ее копать. Копать, то есть мы такими мягкими ручками. Поэтому соперник такой не давал нам. Очень много-очень много было таких бокс-аутов, да, то есть мы даже не могли. Она вроде лежит на пятаке, да, но мы до нее не можем добраться. Первая игра новой домашней серии уже прогремела. И хотя победу добыть не удалось, впереди предстоит еще пять игр. Уже в воскресенье 20 октября бобры встретятся с Академией Михайлова. Болеем за шинник. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Подросток и закон. Народная поговорка гласит, от тюрьмы и сумы не зарекайся. А знать нормы уголовного законодательства необходимо всем. Кто и как в городе на Березине профилактирует преступления среди несовершеннолетних. Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова